Ситуация, которая сегодня происходит в мире, в нашей стране, в Саратовской области, она достаточно напряженная. Это связано именно с развитием пандемии. И мы не исключение Саратовской области здесь. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано 87 случаев зараженных коронавирусной инфекцией. Это началось у нас не сегодня, не вчера. Первый случай был зафиксирован 18 марта. Дальше ситуация развивалась соответствующим образом. Вы видите, за практически месяц мы сегодня имеем 87 случаев заражения. Причем, сразу забегая вперед, хочу сказать, что на основании подписания главного санитарного врача Саратовской области, Роспотребнадзора, мы сегодня рассматриваем вопрос, и до конца дня он будет решен в рамках тех сроков, в которых мы находимся, по введению режима карантинного вверх в городе Гершове, по причине того, что очаговые вспышки там есть. Только за последние сутки зарегистрировано 15 случаев, подтвержденных заражением. Это один ребенок из всех и 14 взрослых. Поэтому и такие меры будут приняты. С учетом того, что нас ждут празднования Великой Пасхи и все, что связано с нашими культами, направлениями, С 10 апреля, вернее, с 15 апреля мы запретили посещение, до 30 апреля было введено постановление запрет на посещение кладбищ, кроме, безусловно, захоронений и связанных с ними обрядов. Это была чрезвычайная мера, вызванная тем, что большие скопления людей в период праздничных дней на кладбищах все-таки появляется, это наша традиция. И, наконец, с 15 по 30 апреля распоряжением 278-П мы приостановили посещение культовых помещений, зданий и сооружений с исключением работы там священнослужителей. Это касается всех, и православной церкви, и синагог, и мечетей, и все, что связано с религиозной тематикой. Вот такая ситуация на сегодняшний день есть, отдельно по пропускам. Скажу, что мы откладывали введение пропусков. С понедельника мы вынуждены, это мера, мы вводим пропускной режим. И всем организациям соответствующие документы выданы, людям документы выданы. Мы к этому готовились, повторяюсь. И ситуация со распространением вируса на территории Саратовской области нам выбора просто не оставляет. Это еще и связано с тем, мы видим на наших электронных ресурсах программу «Яндекс», которая нам говорит о том, как наполнены наши города. В основе своей это город Саратов. По педебальной шкале оценивается количество людей, которые находятся на улицах города. Если взять ноль, то это значит стопроцентное наполнение, если пять баллов, то это значит никого нет на улице. Так вот, когда мы только заявили о том, что будут введены пропуска, и был введен режим самоизоляции, наша посещаемость наших улиц в городах составляла 4,2, это в часы такие отдельные, мы считаем это, скажем так, пиковые часы 12, 11, 12, 15. Вот в это время это хороший показатель. Этот показатель отслеживается по всей России, мы можем делать определенную аналитику, анализ этих вещей. Так вот, на сегодняшний день, в течение недели уже практически, этот относительный показатель составляет 2,4, 2,3. И вы тоже это видите в средствах, в электронных СМИ. Это просто недопустимо. К сожалению, только мерами уговоров это у нас не получается. Поэтому вынужденная мера введения пропусков будет работать. Показатель заболеваемости на территории Саратовской области на 100 тысяч населения, а именно сейчас так в России оценивается заболеваемость на территориях субъектов, составила 3,6 на 100 тысяч населения. Это ниже заболеваемости по Российской Федерации в 5,4 раза. Прирост заболеваемости за сутки составил плюс 17, или 24,2%. Я, как главный государственный санитарный врач, в адрес правительства Саратовской области направила предписание о введении ограничительных мероприятий карантина на территории города Ершова. Я кратко обрисую основные моменты этого предписания, которые заложены на сегодняшний день. Это запретительные мероприятия на въезд и выезд в город, на проведение на территории города Ершова досуговых, культовых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий. Это запрет посещения обучающимися образовательных организаций дополнительного профессионального, дошкольного образования, среднешкольного, начального профессионального образования. Это посещение гражданами территории, находящихся в собственности религиозных организаций. Это оправдано. Кроме того, в адрес всех конфессий, находящихся на территории Саратовской области, выданы предписания о жестком исполнении противоэпидемических мероприятий при проведении различных культовых, обрядовых мероприятий только священнослужителями. По городу Ершову жесткая самоизоляция жителей, особенно лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Это проведение дезинфекции территории города Ершова, в том числе расположенных на них зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов, в том числе с привлечением уполномоченных организаций дезинфекционного профиля. Это жесткое соблюдение предприятиями торговли, мероприятий по проведению дезинфекции, которые ранее были обозначены в документах, распространенных на территории Саратовской области. Это дезинфекция транспорта, который будет перевозить жителей города Ершова. Это, безусловно, ряд ограничительных мероприятий в деятельности медицинских организаций и, безусловно, это проведение широкой разъяснительной работы. Что касается Ершова, еще два слова добавлю, что практически мероприятия по Ершову уже начались сегодня с утра. Проводится поголовная, что называется, или тотальная дезинфекция мест массового скопления людей, магазинов, рынков, мест общественного пользования. Это уже вторая волна дезинфекции, которая проходит по Ершову. Но и по Ершову это будет вынужденный момент. На сегодняшний день из 87 случаев коронавирусной инфекции, которые выявлены у жителей Саратовской области, прибывших на территорию Саратовской области, все-таки основная часть случаев это уже получилось внутреннее инфицирование, потому что всего из прибывших или завозных случаев, которые были из-за рубежа, у нас составляло всего 15 человек. А остальные среди завозных, так мы называем, в том числе и прибывшие из Москвы или других субъектов, которые были уже более широко охвачены коронавирусной инфекцией. И следует отметить, что возраст это до 60 лет основная часть случаев. То есть это опять должно быть убеждение у каждого из нас, что каждый практически может быть подвержен заболеванию, если не соблюдать меры защиты. У нас есть заболевшие и дети, и вообще превалируют практически 70% это лица трудоспособного возраста, начиная от 18 лет и до 59. Поэтому меры, которые принимаются на сегодняшний день и на уровне Российской Федерации, и на уровне Саратовской области, они очень обоснованы, и их исполнение должно быть неукоснительное. Мы установили наблюдение на сегодняшний день за 320 человеками из числа контактных. Но можем полагать, что количество людей может быть и более. Это определен круг ближнего контакта. Не исключено, что когда предоставляется сведение лицом, какие-то контакты они могут не указывать. Поэтому меры самозащиты, меры внутреннего контроля, они должны дать эффект только при условии, если они соблюдаются. Три учреждения осуществляют прием пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день на стационарном лечении находится 48 пациентов. Один человек находится на искусственной вентиляции легких. Оказывается, вся необходимая помощь выполняется консультативная помощь со специалистами регионального центра. Имеется запас лекарственных препаратов, который согласован с инфекционной службой или специалистами, экспертами, инфекционистами. Имеется запас средств индивидуальной защиты. Смотрите, мы изначально отслеживали тех, кто приезжал за границей. И сегодня знаем, что порядка 200 наших соотечественников еще оттуда не вернулись. И каждого из них знает УВД. Но мы видим и другое, что сегодня уже то, что происходит в Ершове, это повторные контакты. Раз, и это те контакты, которые, и мы об этом тоже на штабе говорим, всех этих людей мы знаем. Больше того, я могу открыть тайну такую, у меня-то точно, и это такой материал не скрытый. Есть полная расшифровка по районам, мы работаем с каждым районом, с каждой главой, где учтены те люди, которые уехали с нашей территории в поисках заработка, и это не секрет, в Москву, в Подмосковье, в Санкт-Петербург. И все они находятся на учете, все абсолютно. Этих из московского региона, значит, в рамках расчетов, это порядка 25 тысяч человек. Московская область почти столько же, все эти данные есть. Поэтому нам важно теперь уже отслеживать тех, кто приезжает из, скажем так, неблагополучных регионов в части развития пандемии, а именно сегодняшний день, к сожалению, являются именно те территории, которые назвал Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Каждый борт, где прилетает, а их, вы знаете, сегодняшний день практически 70 человек прилетает, 70 летает, больше нет, все остальные рейсы закрыты, ровно для этого. Есть такое слабое звено, что люди перемещаются на машинах из различных регионов, это слабое звено. Но и это силами УВД, я думаю, Алексей Владимирович в этом тоже расскажет, и эта ситуация отслеживается, и многое-многое другое, используя методологии, сегодня дозволенные, которые имеют сегодня с учетом тех электронных гаджетов, которыми мы с вами пользуемся, так скажем, я уже больше не буду говорить. С понедельника начнутся однозначно работы на площадке инфекционного центра будущего, так называемые подготовительные работы. Это отработка вертикальной планировки, то есть грунты, ограждение площадки. Будут выполняться мероприятия для того, чтобы обеспечить площадку для работы временной электроэнергии, водоснабжением, все то, чем нужно обеспечить для начала работы. Ведется проектирование. Сегодня, вчера мы встречались с нашими строителями. Я скажу, что мы по инициативе торгово-промышленной палаты, которая была поддержана многими, соответствующий, открыт и работает фонд. На вчерашний день на счетах фонда, это есть в открытом доступе, было уже больше трех миллионов рублей. Я не скрываю, мы обращаемся сейчас к предприятиям, с тем, чтобы они помогли нам, кто сколько сможет, через этот фонд, который должен работать совершенно прозрачно, совершенно прозрачно. И каждый рубль там должен быть учтен на строительство этого центра. И мы его обязательно сделаем. Это жизненная необходимость. У меня просьба, вот тогда еще раз. Мы все-таки, как еще раз говорю, обязаны соблюдать те меры, которые определены в рамках постановления. И те, кто не будет его соблюдать, будут наказаны. Вот это надо точно понимать. Потому что эта вынужденная мера связана с жизнью наших людей. Ни много, ни мало. А, как известно, нет ничего в ее дороже. Пожалуйста, доносите эту информацию, не искажайте ее. И доносите ее так, чтобы люди понимали, в какой ситуации мы находимся. Я думаю, что вот вижу в ваших глазах, вижу, что вы ее понимаете.